Здравствуйте в студии Олег Хилл. Сегодня в выпуске. Вечеринка в стиле Бориса Джонсона прошла в конце прошлой недели на Даунинг-стрит-10. Спецслужбы Великобритании стали следить за антипрививочниками. Принц Гарри готов оплачивать свою охрану из собственного кармана. Конец эпохи платы за телевизионную лицензию BBC уже близок. Компания Amazon хочет отказаться от приема к оплате карт Visa. Новое граффити, похожее на работу Бэнкси, появилось в Бристоле. Теперь обо всех этих новостях подробнее. В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на понедельник, 17 января. В конце прошлой недели подражатели Бориса Джонсона в париках и масках провели акцию протеста возле Даунинг-стрит. Толпа скандировала о том, что находится на рабочем мероприятии, ссылаясь на оправдание премьер-министра за посещение вечеринки под номером 10 в мае 2020 года. Акция протеста состоялась после новых разоблачений у вечеринки на Даунинг-стрит во время общенациональных ограничений. Ну что можно сказать? Молодцы ребята, мне нравится такой подход. В Великобритании спецслужбы установили наблюдение за противниками вакцинации, опасаясь радикализации этого движения и перерождения его в экстремистское. Об этом пишет The Observer. По информации издания, следят за антипрививочниками специальные подразделения МВД по борьбе с терроризмом и отдел исследований информации и коммуникаций. Все данные об этом движении попадают к премьер-министру Борису Джонсону. Интересно, зачем? Власти опасаются, что протест, который существует сейчас в телеграм-каналах и соцсетях, выйдет в офлайн. По данным The Observer, организация Alpha Man Assembly, о которой я рассказывал на днях, ссылочку я оставлю здесь в описании, эта организация уже проводит учения, подобные военным, для того, чтобы подготовиться к борьбе с антиковидной политикой властей и с правительством. Речь идет об обучении приемам самообороны и приобретении специальной униформы. Ну что ж, посмотрим, насколько полиция преуспеет в этом деле с антипрививочниками. Дела королевские. Принц Гарри через суд добивается пересмотра решения британского Министерства внутренних дел, которое отказало ему в полицейской охране во время пребывания в Великобритании. Лишившийся королевских привилегий принц подчеркивает, что намерен оплачивать работу полиции из собственного кармана. Проживающий на данный момент в Америке герцог Сосыкский хочет навестить родину вместе с семьей и пытается таким образом обеспечить безопасность жены и своих детей. Великобритания всегда будет домом для принца Гарри и страной, в которой он надеется, его жена и дети будут в безопасности. Но отсутствие защиты со стороны полиции сопряжено со слишком большим личным риском, говорится в заявлении представителя принца. Внук Елизаветы II лишился полицейской охраны, которая финансировалась за счет налогоплательщиков, когда отказался от королевских обязанностей в 2020 году и покинул страну. Дочери Гарри и Меган Лилибет сейчас семь месяцев, и ей только предстоит впервые встретиться со своей прабабушкой, королевой, а также другими членами семьи Виндзоров. Герцог настаивает, что частная компания, которая охраняет его за пределами Британии, не сможет полностью заменить местную полицию, у которой есть доступ к оперативной информации и необходимые юридические полномочия. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, должен ли принц оплачивать охрану в Великобритании из своего кармана? Или ему должны предоставить охрану так же, как и любому президенту, например, который сюда приезжает? Министр культуры Надин Дорис заявила, что следующее объявление о плате за лицензию BBC будет последним, и пришло время обсудить новые способы финансирования продажи отличного британского контента. Она сказала, что дни, когда пожилым людям угрожали тюремным заключением и когда судебные приставы стучали в дверь и прошли. Ее комментарии прозвучали на фоне неподтвержденных сообщений о том, что правительство, как ожидается, заморозит сбор в размере 159 фунтов на два года, имеется в виду оплата за телевизионную лицензию. Источник BBC сообщил, что подобные предположения были и раньше. Существование лицензионного сбора гарантируется как минимум до 31 декабря 2027 года Королевской Харти и BBC, в которой указаны финансирование и цели вещательной кампании. Годовая плата затем устанавливается правительством, которое объявило в 2016 году, что она будет расти в соответствии с инфляцией в течение пяти лет, начиная с апреля 2017 года. Деньги, полученные от лицензионного сбора, идут на оплату от телевизионных шоу и услуг BBC, включая телевидение, радио, веб-сайт, подкасты, iPlayer и другие приложения. Между боссами BBC и правительством уже состоялись длительные переговоры о будущем урегулировании финансирования, а идея заморозки лицензионных сборов обсуждалась еще в октябре. Что можно сказать? Да, я вам не BBC, я работаю бесплатно и существую только на вашу поддержку, которую я периодически получаю. Спасибо вам огромное. Если вы не можете поддерживать финансово ни BBC, не меня, то, пожалуйста, просто поставьте лайк, подпишитесь на канал, ну и нажмите на колокольчик, если вы хотите, чтобы вам приходило оповещение, когда выходят экстренные выпуски. Кредитные карточки миллионов людей перестанут работать на британском веб-сайте Amazon с этой недели, если не будет заключен новый контракт между ритейлером Amazon и платежным гигантом Visa. В ноябре Amazon сообщила клиентам, что с 19 января прекратит принимать платежи, сделанные с помощью кредитных карт Visa, выпущенных в Великобритании. Неизвестно, сколько людей пострадают от этого запрета на платежи, хотя в марте 2021 года Минтел заявили, что 89% британцев совершали покупки в Amazon, а ее аналитики оценивали членство Amazon Prime в Великобритании примерно в 21 миллион фунтов. В прошлом месяце утверждалось, что Amazon грозит потеря почти полутора миллиардов фунтов от британских покупателей в результате своего отказа от платежной карты Visa. Однако есть предположение, что в последнюю минуту между двумя сторонами может быть достигнуто соглашение. В пятницу Amazon и Visa отказались предоставлять обновленную информацию о переговорах. Возможно, эта информация будет сегодня. Amazon обвиняет платежную систему Visa в высоких сборах за обработку транзакций по кредитным картам. Напишите тоже в комментариях, пользуетесь ли вы какими-либо другими картами, кроме визы. Предположим, MasterCard или American Express или еще какой-то. Просто даже интересно. Если отказ от визы произойдет, это же действительно сильный удар по многим. Загадочное новое граффити, уже можно считать как произведение искусства, появилось на стене рядом с одним из оригинальных проектов Бэнкси, что вызвало интригу по поводу того, вернулся ли печально известный уличный художник для того, чтобы закончить свою работу. Оригинальное произведение искусства, которое изображало девушку, стреляющую из рогатки, появилось в День Святого Валентина в 2020 году в Бристоле, в родном городе анонимного мастера, как мы знаем. Впоследствии эта граффити подверглась вандализму и попытались эту девушку, насколько я помню, попытались ее как-то отковырять вместе с куском стены. И это побудило владельцев дома, на котором было нанесено граффити, закрыть одну часть разрушенного произведения искусства, а другую поместить в прозрачную коробку, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения. То есть, как вы видите, вот эта часть, она под прозрачным заграждением, а та, которая находится вот здесь, она за такой деревянной коробкой. Ну и теперь совершенно новое граффити с изображением человека в маске, который пытается оторвать эту деревянную коробку, вот это покрытие, причем пытается оторвать это ломом, судя по рисунку, вызвало слухи о том, что Бэнкси, возможно, снова появился для того, чтобы сделать это граффити спустя почти два года. Но персонаж в маске сопровождается подписью из одного слова Пуччи, значение которого пока неизвестно. Ну как значение известно, это такой мешочек, и иногда это используется в определении мешочка для наркотиков, знаете, такие пакетики маленькие. Ну и это вызывает опасения, что новое граффити может не быть оригинальным Бэнкси, то есть кто-то работает в его стиле. Сам художник пока что не заявил право на это произведение. Персонаж сломан изображен пытающимся оторвать, как я уже сказал, деревянное покрытие, которое скрывает оригинальную картину Бэнкси, которую вандалы попытались испортить. Ну что ж, да, интересно, действительно это Бэнкси или нет, но пока мы это выясняем, пока мы ждем подтверждения Бэнкси, нам остается только посмотреть прогноз погоды с Игорем Павловым. Всем доброго времени суток, вы на канале русских новостей Соединенного Королевства. Надеюсь, вы сегодня утром не как Маша из старого анекдота, которая проснувшись утром подумала, вроде и погуляли вчера хорошо, и голова совершенно не болит, да еще и выходные впереди. Она не подозревала, что уже понедельник и пора на работу. Вот и я надеюсь, что вы все в здравом уме и готовы начинать свою неделю. Даже если вы проспали, торопитесь или у вас нет настроения, то могу вас обрадовать, погода будет сегодня шикарная, если, конечно, к ней добавят еще плюс 20 градусов. Утро будет туманным, морозным, днем температура поднимется до 7 градусов и будет весь день светить солнце. Переменная облачность будет только на севере Шотландии, а в остальных частях этой объятной страны будет солнечно. Лондон, Брайтон, Кембридж, Бирбингем плюс 6 градусов, Литц, Белфаст, Эдинбург, Аберзин плюс 7 градусов. Сейчас хоть снега нет, но зато гололед повсюду, да такое, что можно с легкостью упасть и в госпиталь попасть с переломами. Поэтому я решил себя обезопасить и свою семью, сделать страховку от переломов из-за нахождения в госпитале. То есть мне платить за то, что я в госпитале. Да еще ко всему я добавил ребенка на свою страховку всего за 1 фунт в месяц. Я нашел в себе, так сказать, теперь еще и легкий заработок. Каждое утро выхожу пораньше, поливая крыльцо водой. Если вы тоже хотите обезопасить себя и своих близких, в описании к ролику будет ссылка на моего друга, опытного консультата по страхованию. Он бесплатно проконсультирует вас по всем страховым вопросам. Всем хорошего начала недели, берегите себя и будьте аккуратными. Ну а если вы не хотите быть аккуратными, значит нужно быть застрахованными. Это актуально на целый год. Забавная информация, особенно про страховку, учитывая это на фоне того, что вчера мне фейсбук подкинул рекламу похорон. То есть готовься к похоронам заранее. Я посмеялся с этого, но сейчас, прослушав рекламу Игоря, вполне возможно, что придется застраховать свои похороны просто, если они состоятся. Ну а вам я желаю не терять оптимизма даже в такую пасмурную погоду, как сегодня, и улыбаться всем, кого вы видите. Встретимся с вами в следующем выпуске. Всего вам доброго. В студии был Олег Хилл. Субтитры подогнал «Симон»!